«Делай то-то и то-то со страхом и трепетом». Вы задумывались о том, что значит «страх и трепет»? В расширенном переводе сказано «ужас». Однако значение этих слов вовсе не такое. Когда мы сегодня будем изучать слово, я молюсь, чтобы Дух Божий проговорил каждому из вас лично в то время, как он будет помогать мне раскрывать это откровение вам. Когда вы постигнете это откровение, вы уже не будете такими, как раньше. Вы выйдете отсюда с чем-то новым. Аминь? Мы с вами говорили о проявлении спасения, о проявлении преуспевания, о проявлении богатства, о проявлении исцеления. Иначе говоря, мы абсолютно уверены в том, что благодать Божия обеспечила все то, что необходимо нам для этой жизни. Аминь? Давайте для повторения рассмотрим несколько мест Писания. Послание к Ефесинам, первая глава, третий стих. К Ефесинам, первая глава, третий стих. Давайте прочтем его вместе. Готовы? Читаем. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Где находятся все духовные благословения? Внутри нас, правильно? Они у нас уже есть. Мы ими уже владеем. Откройте послание к филиппийцам, четвертую главу. У вас уже есть все, что понадобится вам для этой жизни. Все уже было сделано. Послание к филиппийцам, четвертая глава. И прочтите девятнадцатый стих. К филиппийцам, четвертая глава, девятнадцатый стих. Готовы? Читаем. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе, Христом Иисусом. С греческого языка слово «нужда» здесь переводится как «требование». Бог исполнит всякое ваше требование, но сделает Он это по богатству своему в славе, Христом Иисусом. В послании Колосе нам сказано, «Христос в вас, упование славы». Таким образом, где вся слава? Где обеспечение для всех ваших требований? Каждый раз, когда вы молитесь, каждый раз, когда вы обращаетесь к Богу за чем-то, вы понимаете, Бог уже дал исполнение вашей просьбы и вашего требования и поместил в вас. Вы живете со всем необходимым внутри вас. Теперь откройте первую главу 2-го послания Петра. Второе послание Петра. Первая глава. Открыв первую главу 2-го послания Петра, Прочитайте 2-й стих. Кто из вас верит в то, что благодать Божья умножится вам? Второй стих. Благодать и мир. Всегда, когда у вас есть благодать, у вас есть и мир. Если вы на самом деле верите в то, что у вас есть благодать, у вас есть и мир. Слава Богу! Благодать и мир вам доумножатся. Как? В познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью. Итак, здесь вы видите, что вам все уже было дано. Ваше исцеление, ваше освобождение, ваше преуспевание, ваша работа, ваша безопасность, ваше здоровье. Все это было совершено 2000 лет назад. 2000 лет назад на кресте, когда Иисус пролил свою кровь, все, за чем вы когда-либо обратитесь к Богу, уже было дано вам. Это уже достаточно хорошая новость, но еще лучшая новость в том, что у вас есть доступ ко всему, что Бог дал вам. Еще лучшая новость, все, что Бог поместил в вас, все, чем вы владеете в себе, ко всему этому у вас есть доступ. вы можете это получить. Но ключ ко всему, что сделало доступным благодать, и ко всему, что Бог поместил в вас, это изменить время и понять, мне незачем сегодня просить Бога о том, что Он уже сделал 2000 лет назад. я понимаю, что все уже сделано. Ключ к тому, чтобы получить вложенное в меня, это то, чтобы я со своей стороны отвечал, сотрудничал и соглашался с тем, что уже было сделано. я взаимодействую, я сотрудничаю, я со своей стороны действую точно в соответствии со своими словами о том, что я согласен. Бог все уже поместил в меня. Если же мы не пришли в соглашение с тем, что уже было сделано, то и проявить это мы не можем. Нам надо прийти в соглашение с тем, что уже было сделано. Нам надо начать соответствовать тому, что уже было сделано. Нам надо начать сотрудничать с этим. Необходимо соответствовать с нашей стороны с тем, во что мы верим, и с тем, что, как мы говорим, получили. Ключевой момент — обновление ума. Библия говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вы понимаете, как соответствовать. Мы об этом говорили. Мы соответствуем, когда признаем. Когда я что-то признаю, я говорю, исцеление во мне реально. Я признаю, что преуспевание во мне реально. Оно существует. Вы признаете это. А когда вы начинаете это признавать, ваша вера начинает работать и начинает высвобождать то, что есть в вас. Вот как соответствовать тому, что уже было сделано? Вы признаете это. Второе. Вы начинаете утешаться Господом, и тогда Он вложит свои желания в ваше сердце. Аминь. Тогда вы начинаете соответствовать, выражая это своими словами. Вы говорите в соответствии с тем, что, как вы верите, было сделано. В Библии ясно сказано, если вы во что-то верите, то вы будете это говорить. Четвертое. Вы соответствуете через свое даяние. Вы не будете вкладывать в то, во что вы не верите. Однако, если вы во что-то верите, то и будете отдавать на это. Вы вкладываете в то, во что вы верите. Если люди говорят, «Я верю Богу, я верю Богу», но никогда ничего не отдают, то на самом деле Богу они не верят. Это лакмусовая бумага. Будете ли вы сеять, чтобы пожать то, во что вы верите? Посмотрите, если я сею в свое даяние, а мое сеяние представлено моим временем, моими талантами, моим трудом и всем, что я делаю, когда я отдаю на Царство Божье, я тем самым говорю, «Боже, я верю Тебе, и отдаю на то, во что я верю». Итак, в соответствии с тем, чего вы не видите, чего вы не чувствуете, в соответствии с тем, что уже было сделано в духовной сфере, в вашем духе, внутри вас, это ключ к получению. Я хочу ободрить вас в это утро и спросить, а действительно ли это воля Божья? Потому что если воля Божья неизвестна, ваше соответствие работать не будет. Если вы не знаете, что вы уже были исцелены, если вы не знаете, что вы уже были освобождены, если вы не знаете, что было вложено в вас, до тех пор, пока воля Божья не будет узнана, вера работать не будет. Но так правда ли? Действительно ли Бог хочет быть благим к нам? Или же Он использует наказание, чтобы исправить нас? Бог хочет быть добрым к нам, или для исправления использует немощи и болезни? Бог хочет быть к нам благим, или использует нехватку и недостаточность для нашего исправления? Религия напридумывала много неверных утверждений о Боге, и это мешает нам получить доступ к тому, что уже было сделано для нас. Люди не верят в то, что Бог хочет дать нам благословение. Я хочу ясно сказать сегодня, Бог благ все время. Никогда не было времени, когда Бог не был благим. Бог не будет благ нам, потому что мы заработали Его благость. Он будет благ нам, потому что Он благ. Хорошо, освоите себе. Бог благ вам не потому, что вы это заработали. Бог благ вам не потому, что вы это заслужили. Но Бог благ к вам, потому что Он благ Однако я не хочу, чтобы это оставалось лишь религиозным утверждением Какова цель Его благости? Почему Он будет благ к вам даже при вашем плохом поведении? Каков Его план в связи с Его благостью? Как Он планирует использовать эту благость? И какое отношение имеет Его благость к тому, что было помещено в вас? Все, что вам нужно, у вас уже есть Однако если у вас нет понимания Как это получить, то это все равно, что иметь банковский счет с миллиардами И не знать, как получить доступ к нему Вы не знаете, как проявлять богатство Как проявлять преуспевание Как проявлять исцеление и освобождение И одна из причин в том, что религия что-то сделала с вашим мышлением В части ваших ожиданий И вы уже не ожидаете особой благости от Бога Бог благ, аллилуйя Мы ценим это Но ожидаем ли мы от Него этой благости? Вы слушаете меня? Продолжим дальше Первое послание Коринфянам, 2 глава Первое Коринфянам, 2 глава Очень важно понимать Слово Божье Библия определяет сама себя Она определяет себя Я не собираюсь давать определения на основании своих знаний греческого и еврита Здесь я мог бы напустить тумана Нет, пусть Библия определяет и объясняет сама себя Хорошо Вообще-то давайте прочитаем первую главу первого послания Коринфянам Начнем с 29 стиха И перейдем ко второй главе 29 стих Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом Ничто, приобретенное вашими трудами, не принесет славы пред Богом Никакие ваши усилия не принесут славы пред Богом Никакая плоть не будет хвалиться пред Богом Если вы чем-то хвалитесь, то будьте уверены Это сделано не благодатью Божьей, а вашими усилиями Если же что-то сделано благодатью Божьей Плотской хвале места нет Смотрите От Него и вы во Христе Иисусе Которым сделался для нас кем? Премудростью от Бога И кем? Праведностью И кем? Освящением и искуплением Что здесь сказано? Иисус сделался для нас мудростью Скажите Иисус моя мудрость Скажите Иисус мое освящение Иисус моя святость Иисус мое искупление Так говорит Писание Иисус сделался для нас премудростью и так далее Приняв Иисуса, вы приняли мудрость Приняв Иисуса, вы приняли праведность Приняв Иисуса, вы приняли искупление Благодаря Иисусу вы стали праведными Ничего сделанного вами не может сделать вас праведными Все, что сделал Иисус, сделало вас праведным Все, что сделал Он, искупило вас Когда вы принимаете Иисуса, все остальное дается вам даром Аллилуйя Примите Иисуса, примите праведность Это благая весть, верно? 31 стих Чтобы было, как написано, хвалящееся хвались Господом 2 глава И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости Павел говорит, я пришел к вам не с глубокомысленными заявлениями Я пришел к вам не так, будто я самый сильный епископ из всех Я пришел к вам не так, но старался донести до вас мысль Иисус — моя мудрость Чтобы я не проявил доброе, и чтобы не увидели во мне хорошее Все это благодаря Иисусу Во втором стихе он продолжает и говорит Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа И притом распятого Павел говорит, я говорю вам то, что знаю Но не буду хвалиться тем, что вы услышали Я не буду принимать ваших слов о том, какой я великий и какой потрясающей мудростью я обладаю Единственное, кого я знаю — Иисуса Христа И притом распятого То, что вы увидели во мне, единственное благодаря Иисусу и тому, что произошло на кресте Я думаю, что так же надо поступать и нам, говорить людям Если вы увидели в моей жизни доброе, это благодаря Иисусу и тому, что произошло на кресте Дальше Павел сказал И был я у вас в немощи и в страхе и великом трепете И слово мое, и проповедь моя Не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы Подчеркните эту фразу В страхе и великом трепете В страхе и великом трепете Может показаться, что речь здесь идет об ужасе Вот как это выражено в расширенном переводе И был я, вошел в состояние, в немощи и в страхе, ужасе и великом трепете После того, как пришел к вам Вот и я всю свою жизнь думал Раз говорится о страхе и трепете Значит, имеется в виду ужас Во второй главе послания к филиппийцам мы снова видим эти слова Страх и трепет Послание к филиппийцам, вторая глава Двенадцатый стих К филиппийцам 2.12 Прочтем его вместе Готовы? Читаем Итак, возлюбленные мои Как вы всегда были послушны Не только в присутствии моем Но гораздо более ныне Во время отсутствия моего Со страхом и трепетом совершайте свое спасение Снова эти слова И кажется, что речь идет о труде и ужасе Со страхом и трепетом совершайте Чтобы начать говорить об этом, необходимо Чтобы Библия дала определение страху и трепету Помните о том, что апостол Павел, написавший это Жил и воспитывался под законом Он очень хорошо знал писание и выражения, свойственные ему Поэтому эту фразу со страхом и трепетом Придумал не он Давайте посмотрим Ветхий Завет, откуда Павел и взял эти слова Книга Иеремии 33 глава Иеремии 33 глава И давайте прочтем там библейское определение страха и трепета Эта пророческая глава говорит о примирении Но давайте прочтем 7 стиха Книга Иеремии 33 глава 7 стих И возвращу плен Иуды И плен Израиля и устрою их, как в начале И очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною И прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня Из того, что вы услышали, я делаю вывод о Божьей благости Вы посмотрите, что он сделал Вы узнали о благодати Узнали о том, что Бог готов простить вам все ваши грехи И благодаря крови Иисуса Он ничего не имеет против вас В 8 главе послания к евреям сказано Что грехов и беззакония ваши Он не воспомянет более Воскликните Благая весть Это проявление благости Божией, верно? Следующий стих И будет для меня, Иерусалим, радостным именем Похвалую И честью перед всеми народами земли Которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему И изумятся и затрепещут Будут в страхе и трепете от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему Согласно тому, что мы только что прочитали Страх и трепет Результат благодеяния и благоденствия Вы не услышали то, что я сказал Причина страха и трепета — не ужас, а благость Благость была столь щедрой и величественной Что вызвала страх и трепет Послушайте это местописание в расширенном переводе Которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему И будут в страхе и трепете По причине всего того добра Мира, преуспевания Безопасности, стабильности, которые я доставлю ему В одном из переводов говорится В результате Божьей благости и благоволения Вы будете в благоговении Поразмыслите над этим Проанализируйте Слово «благовение» означает чувство бесконечного почтения Восхищение И производится оно чем-то величественным Благовение приходит от чего-то величественного Мы говорим не о том, что Бог делает в вашей жизни что-то Но о чем-то величественном Это переполняющее чувство от чего-то очень мощного Это почтение, производящее благоговение В результате вы даже не находите слов Вы падаете на колени Боже мой Вы посмотрите, что только что произошло Поэтому в это утро я пророчествую каждой семье Будьте готовы испытать благоговение По причине Божьей благости и благоденствия Которые Бог даст вам Я говорю не о том, что Бог, появившись в вашей жизни Сделает что-то малое Я говорю о том, что скоро Он сделает в вашей жизни что-то величественное Он сделает то, что приведет вас в состояние благоговения Можете сказать, я это принимаю сейчас Если выразить эту фразу современным нам языком Бог скоро потрясет вас Вы не знаете Бога настолько хорошо, как вы думаете Скоро Он сделает такое, что вы не подберете слов Так что готовьтесь выразить это на языках Потому что обычным языком сделать этого не сможете Это будет такой восторг Такая глубина Такое величие Такое... Вы скажете, я не знал, что Бог сделает такое для меня Я даже не знаю, как Он для меня это сделал Боже, не знаю, заслужил ли я Но Ты все равно сделал это для меня Посмотри на меня Господь, я знаю, что не заслужил этого Знаю, что ничего для этого не сделал Но Ты пришел и открыл эту дверь А ведь я думал, что она никогда не откроется Я просто не могу не воздавать Тебе хвалу Благоговение Потрясающее благоволение Я стою в благоговении пред Господом И как Он все это сделает для вас Он использует благость И изобильное преуспевание Вы все это знаете Все это уже в вас Но вы не видите его Потому что оно еще не проявилось Я пророчествую вам То, что было в хранилищах Думаю, мне не надо заканчивать это предложение Вы уже знаете, что я хотел сказать дальше Когда вы помещаете свою мебель в хранилище Вам говорят, что хранить ее там Вы можете до определенного срока Я говорю вам Срок нахождения славы Божьей в хранилище Заканчивается Заканчивается Хорошо, хорошо Теперь откроем послание к филиппийцам Как нам это сделать Как мы это сделаем О, Иисус Все вы чувствуете в своем духе Необычное свежее ожидание того Что скоро произойдет в этом году Вы точно знаете Скоро что-то произойдет Не знаю, заслужил ли я это Трудился ли я ради этого Будет ли это от того Что я что-то посеял Из-за того, что я что-то сделал Или чего-то не сделал Но я предчувствую славу О, Иисус Помоги мне закончить это Что мы хотели прочесть? Послание к филиппийцам 2 глава, 12 стих Что нам делать? Как соответствовать? Как нам этому соответствовать? В своей жизни я хочу испытывать страх и трепет По причине благоговения от того, что я переживаю 12 стих Итак, возлюбленные мои Скажите, я возлюбленный Божий Скажите, я любим Богом Итак, возлюбленные мои Как вы всегда были послушны Не только в присутствии моем Но гораздо более ныне Во время отсутствия моего И вот дальше, вот оно Со страхом и трепетом Совершайте свое спасение Здесь стоит то же самое слово Которое стоит в послании к именам Созо Совершайте свою безопасность Совершайте свое здоровье Совершайте свое исцеление Совершайте свое освобождение Совершайте свое преуспевание Совершайте Это не значит, что вы делаете, чтобы что-то совершить Апостол говорит, совершайте Когда-то, что в вас выйдет из вас, оно и приведет вас в благоговение То, что в вас выйдет из вас, приведет вас в страх и трепет То, что в вас выйдет, приведет вас в страх и трепет Кто-то спросит, что значит то, что во мне? Следующий стих Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению По своему благоволению Бог говорит, я сделал в тебе нечто настолько хорошее Что ты не будешь знать, насколько я велик Пока сам не начнешь совершать свое преуспевание Спасение, избавление Бог говорит, проявляйте себя то, что он вложил в вас Совершать свое исцеление Совершать свое освобождение Совершать свое преуспевание Совершать это все из себя Вашему ребенку нужна новая обувь Совершите это Что нам делать? Как соответствовать? Как нам этому соответствовать? В своей жизни я хочу испытывать страх И трепет по причине благоговения от того, что я переживаю Двенадцатый стих Итак, возлюбленные мои Скажите, я возлюбленный Божий Скажите, я любим Богом Итак, возлюбленные мои Как вы всегда были послушны Не только в присутствии моем Но гораздо более ныне, во время отсутствия моего И вот дальше, вот оно Со страхом и трепетом совершайте свое спасение Здесь стоит то же самое слово, которое стоит в послании к римлянам Созо Совершайте свою безопасность Совершайте свое здоровье Совершайте свое исцеление Совершайте свое освобождение Совершайте свое преуспевание Совершайте Это не значит, что вы делаете, чтобы что-то совершить Апостол говорит, совершайте Когда то, что в вас выйдет из вас, оно и приведет вас в благоговение То, что в вас выйдет из вас, приведет вас в страх и трепет То, что в вас, выйдя, приведет вас в страх и трепет Кто-то спросит, что значит то, что во мне? Следующий стих Потому что Бог производит в вас их оттене И действия по своему благоволению По своему благоволению Бог говорит, я сделал в тебе нечто настолько хорошее Что ты не будешь знать, насколько я велик, пока сам не начнешь совершать свое преуспевание Спасение, избавление Бог говорит проявляйте себя то, что он вложил в вас Совершать свое исцеление Совершать свое освобождение Совершать свое преуспевание Совершать это все из себя Вашему ребенку нужна новая обувь Совершите это Надо оплачивать счет за электричество Вам нужны деньги Совершите Отключили телефон Совершите Не дожидайте следующей зарплаты Совершайте У вас все это уже есть Просто вам надо знать, что делать, чтобы это Ну что, в это утро вы слышите то, что я говорю Хорошо Как Бог будет это делать? Давайте предпримем небольшое путешествие Бог сказал Я вложил это в вас по своему благоволению Откройте 22-й псалом Кому-то уже понятно Мой вопрос к Господу Какова цель твоей благости, совершаемой из меня? Какова цель твоей благости? Скажите Бог благ Какова же цель? Какова цель? Бог самый целеустремленный из всех Так какова же цель его благости? Мы ходим и говорим Бог благ все время Аминь Но вы это еще не выработали Вы слышали о благости? И живете с этой благостью внутри? Прочтем 6 стих 22-го псалма вместе Готовы? Читаем Итак, смотрите Благость И что? А почему там милость? Они идут рука об руку Почему там милость? О, хвала Господу Слава Богу Помните о том, что милость Это когда вы не получаете то, что заслуживаете То, что должно было случиться с вами С вами не случилось Аминь До того, как вы скажете, что не заслуживаете этой благости Поймите, что благость всегда приходит вместе с милостью Милость для того, чтобы дать вам знать Я знаю, что ты этого не заслуживаешь Но прими то, что я даю тебе Вы получаете не то, что заслуживаете С вами не происходит то, чему следовало бы произойти Нет У вас есть милость А потому примите благость Я говорю, примите благость Понимаете? Проблема в том, что религия научила вас Что вы не имеете права ожидать благости Поскольку не вели себя хорошо Но милость говорит Благость приходит к тебе не потому, что ты хороший Милость говорит Благость приходит к тебе, потому что Бог благ И у вас достаточно милости, чтобы принимать от благого Бога И Бог явит вам свою благость Если вы просто поймете Надо принять Однако мы делаем то, что препятствует нам принять благость Божью А что мы делаем? Я не заслужил Я не ожидаю А почему? Недостаточно хожу в церковь Если вы скажете своему неспасенному другу Пойдем со мной в церковь Он ответит Я не могу пойти с тобой в церковь Из-за того, что сделал на прошлой неделе Люди стараются заработать право Стараются подготовиться Они не верят в то, что Бог может исправить их в том состоянии В котором они сейчас Но также и некоторые из вас Придя сегодня в это утро Вы говорите Слава Господу Я надеюсь и молюсь, что мои отношения с Богом в таком состоянии Что Он хотя бы поможет мне как-то прожить Как-то прожить Как-то просуществовать Нет Благость и милость Сделают что? Сопровождать сколько времени? Но, брат Доллар, вы не понимаете Я вчера ходил в бар Милость и благость тоже ходили туда с вами Благость пошла туда, потому что должна была быть там А милость, потому что поход в бар не может остановить благость Вы думали, что ваш поход в бар остановит благость? Вы там выпили, но этот факт не остановит благость Божью Вы там покурили, но эта благость не остановит Но вы окружены всеми этими религиозными традициями Которые учат вас тому, что останавливает Божью благость Вы тяжко трудитесь, чтобы убедить Бога быть благим к вам Но Бог благ вам не потому, что вы хороший Вложите себе в голову Бог благ вам не потому, что вы хороший Бог благ к вам, потому что Он благ Вся суть в Его благости и милости Скажите, хорошо, Господь, я принимаю твою благость Скажите еще раз, хорошо, я принимаю твою благость Хорошо, смотрите Давайте немного попутешествуем Откройте 5 стих 32-го псалма 32-й псалом 5-й стих Давайте прочтем 5-й стих вместе Готовы? Читаем Он любит правду и суд Милости Господня полна земля Кто из вас в это верит? Скажите, земля полна милости Господней Пока мы в книге псалмов прочтем 3-й стих 51-го псалма 51-й псалом 3-й стих Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мной Вы знаете о том, что благость Божия переживет вашу глупость? Можете делать глупости и нелепости сколько угодно? Но когда вы закончите Благость Божия по-прежнему будет с вами Есть у Бога такое качество Ваша глупость никогда не истощит его благость Вот это да! Продолжим Что ж, мы готовы Послание к Римлянам, 2-я глава Мы готовы Вы готовы к этому? К Римлянам, 2-я глава Какова цель Божьей благости? 4-й стих Это так интересно, потому что 2-я глава говорит Как вы можете судить других людей? Это касается христиан Почему вы судите других? Почему вы думаете, что имеете право продолжать судить? Если бы не кровь Иисуса У вас не было бы того, что у вас есть сегодня Вы ведь сами не безупречны Так почему продолжаете судить? Это когда вы стали безгрешным? Что у вас только времени судить поведение кого-то другого Ведь что касается вашего Вы тоже время от времени ошибаетесь и спотыкаетесь Как же вы можете судить кого-то другого В то самое время, когда на вашем крыльце Та же самая грязь? Оправдываю ли я плохое поведение? Нет Но говорю Ваш суд Не решение проблемы Решение проблемы и Иисус, и его кровь Единственный Кто может изменить плохое поведение других Это тот, кто может изменить наше плохое поведение Иисус Не сравнивайте свое поведение С поведением других Не утверждайте самоправедности из-за того, что ваше поведение Не такое плохое, как поведение кого-то еще Не думайте, что от этого вы лучше других Нет Иисус делает вас тем, кто вы есть Вам всем понятно, что я говорю? Если мы будем проповедовать людям Иисуса Тогда увидим, что поведение всех изменяется благодаря Ему А вовсе не потому, что мы говорим Я христианин, и потому вот такого делать не буду Что это значит? Вы самоправедный христианин Суд над другими не делает вас лучше Самоправедный человек говорит Они развелись А вот я не развелся, как они Вы самоправедны И ваша самоправедность хуже этого развода За 50 лет я ни разу не изменил своей жене Поздравляю Но значит ли это, что теперь в самоправедности Я могу возвышаться над парнем Совершившим большую ошибку? Нет, нет Кто вы такие? Я просто цитирую из этих двух мест Писания Я вам их прочту Давайте я сделаю это и прочту в расширенном переводе Потому что мы продолжаем судить Мы продолжаем это делать Мы говорим Вы только посмотрите Они курят на территории церкви Я не оправдываю плохое поведение Вы знаете, что это так А просто говорю Ни у кого жизнь не улучшится из-за того, что вы будете сравнивать свое поведение с поведением других Это просто самоправедность Решение проблемы плохого поведения Иисус Почему? Потому что после того, как Иисус приходит в ваше сердце Его любовь и благость начинают обновлять вас изнутри И у всех нас есть общее Иисус пришел и удалил наши грехи Иисус пришел и теперь мы ведем себя лучше Пришел Иисус и теперь то, что мы делали раньше Больше делать не хотим Не потому, что мы такие великие Но потому, что, как сказал Павел Мы знаем Иисуса И при том распятого Давайте я прочту Писание, потому что вы думаете Что я утверждаю свое мнение Стараюсь быть политкорректным Никогда я не был политкорректным Я самый неполиткорректный человек из всех Кого вы встретите в своей жизни Но я хочу быть Иисус корректным Я вам прочту о принципе суда Божьего в расширенном переводе Итак, у тебя нет никакой отговорки Никакой защиты Никакого оправдания О человек, кем бы ты ни был Судящий и осуждающий другого Ибо ставя себя в положении судьи И вынося приговор другому Осуждаешь себя Потому что судья другого Постоянно делаешь то же Что ты порицаешь и разоблачаешь А мы знаем, что суд Обвинительный приговор Вердикт Божий Выносится справедливо И поистине на тех, кто практикует такое Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего Его обвинительного приговора Осуждая делающих такие дела И сам делает то же Обратите внимание на 4 стих Или ты настолько слеп, что Пренебрегаешь, недооцениваешь, презираешь богатство благости Кротости и долготерпения Божия Ты невежествен Ты невежествен Не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию Изменению твоего ума и внутреннего человека Чтобы принять волю Божию 4 стих Синодальный перевод Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия Не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию О, я вижу, что Бог скоро сделает Бог говорит Я буду к тебе настолько благ Что ты изменишь свое мнение Религиозная традиция говорит вам Ты вел себя плохо И Бог не будет благ к тебе Нет, Бог говорит Я буду благ к тебе И так я изменю тебя Бог проявлял к вам свою благость Когда вы знали, что точно не заслуживаете ее Бог проявлял к вам свою благость Когда вы делали глупости Совершали нелепые поступки Пытаясь быть крутым Вы знаете, о чем я говорю А потом вам было что-то надо И вы это получили от Бога И были потрясены Как это так? Я два месяца не хожу в церковь Но благость Божия преследует Настигает вас Вы знали, что не заслужили И знали, что Бог это сделал для вас У вас был курящий и ругающийся дядя С которым вы заговорили о благости Божией И он ответил вам Да, Бог был очень благ ко мне Хотя он и ругался Однако знал о Божьей благости Нет никого на этой планете Кто не знал бы о благости Божией Если вы, ходящие в церковь Перестанете говорить людям Что Бог не благ к ним Из-за того, что они плохо себя ведут Тогда вы перестанете мешать Ему И Его благость изменит их жизнь и поведение Благость Божия приведет их к покаянию Теперь вы знаете, какова цель благости Божией Привести вас к покаянию Вы изменяете свой ум Вы изменяете свои решения Этот год будет годом, наполненным благостью Божией Я просто хочу, чтобы вы знали Бог изменяет умы людей Бог изменяет умы людей Эти люди продолжали бы делать то же самое Но Господь появился в ночной час И сделал то, что мог сделать только Иисус Это изменит ваш ум Вы уже не будете делать то, что делали раньше Поскольку вы делали то, что не надо У вас однажды обнаружили ВИЧ После этого вы настолько испугались Что снова вернулись в церковь и сказали Мне нужна молитва Сестра Кэрол, помолитесь за меня Она помолилась Вы снова прошли обследование И вируса у вас не нашли О, Иисус! Вы теперь в благоговении Вы не верите, что Иисус делал это Но Он это сделал для того, чтобы вы изменили свои решения Чтобы вы изменили свой ум Изменили свои решения И теперь вы не можете объяснить Почему больше не спите с кем попало Благодаря благости Божией Я этого больше не делаю Почему? Потому что Бог был благ ко мне Он был ко мне так благ Вы даже не знаете, насколько Он был благ ко мне Никто не знает, что вы делали в тайных, темных местах Никто, кроме вас и Бога Вы и Бог знаете, что вы недостойны того, что получили Но когда Бог все-таки сделал это для вас Вы забыли о своей недостойности И у вас не было другого выбора Кроме как поднять руки и воскликнуть Как ты велик! Я благоговею пред тобою, о Боже! Я говорю вам Бог приведет этот мир в страх и трепет А как Он это сделает? Через Свою благость Кто из вас испытывал на себе благость Божию? Поднимите руку Я пророчествую вам Она умножится Если вы сейчас думаете, что любите Бога Если вы думаете, что поклоняетесь Ему Если вы думаете, что достаточно верны Ему То вы еще ничего не видели, Дитя Божий Ничего не закончилось Пока Бог не сказал, что это закончилось Может быть, какая угодно экономическая ситуация Но Бог говорит вам в это утро, что вы еще ничего не видели Вы видели Его благость только со спины Но не видели ее с лицевой стороны Вы еще не видели того, что Он готов сделать лицом к лицу Воскликните Бог благ Смотрите, смотрите, смотрите Я в восторге Извиняюсь за то, что кричу Но знаете, я должен это делать Потому что Бог благ ко мне Мне сказали окончательные данные обследования Рака у меня нет Я должен кричать от радости Не могу не кричать Не могу не кричать Бог благ ко мне Он благ ко мне Бог благ ко мне И потому я должен громко кричать Он благ ко мне Я в благоговении Я в благоговении Я в благоговении Извините меня за то, что я немного покричу Я в благоговении Я в благоговении Я в благоговении Вы слушаете меня? И скоро Бог приведет вас в благоговении Скоро Он приведет вас в страх и трепет Вы упадете на колени Вы будете воспевать его там Где никогда не воспевали Присаживайтесь, смотрите Что тут сказать? У нас есть привилегия У нас есть честь Мы в благоговении Просто в благоговении И перед ним Я говорю вам Бог благ Причина, почему Господь благ ко мне Вы поймите Я каждое утро молюсь по два часа И не только это Я по вечерам 45 минут читаю Библию Вы хвалитесь этом А мне нечем хвалиться, кроме как Давайте приведу вам иллюстрацию Из пятой главы Евангелия от Луки Евангелие от Луки, пятая глава Я знаю, я понимаю Смотрите Евангелие от Луки, пятая глава Смотрите Вот прообраз двумя учениками Иисуса С первого стиха Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие А Он стоял у озера Генесарецкого Увидел Он две лодки, стоящие на озере А рыболовы, выйдя из них Вымывали сети Войдя в одну лодку, которая была Симонова Он просил его отплыть несколько от берега И Сев учил народ из лодки Это было семя, посеянное Симоном Иисус, ты используешь мою лодку, чтобы проповедовать Если вы вкладываете в Евангелие, ожидайте урожая Симон предложил свою лодку, чтобы Иисус мог проповедовать людям Семя Дальше, четвертый стих Когда же перестал учить Сказал Симону Иисус хочет дать Симону его урожай Отплыви на глубину и закиньте сети Множественное число Сети свои для лова Я пророчествую вам сегодня К вам придет Слово Божье Закиньте сети свои для лова Говорю вам У вас будет прорыв Все, что Бог сказал вам делать Делайте Дальше Симон сказал ему в ответ Наставник Мы трудились всю ночь и ничего не поймали Смотрите, что он только что сказал Своими собственными усилиями Своими собственными силами Своими собственными способностями Мы ничего не поймали Мы рыбаки Мы знаем, что надо делать, чтобы поймать рыбу Но не получается Мы ничего не поймали Ты не рыбак А мы сделали все, что было в наших силах С кем из вас было подобное? Вы сделали все, что в ваших силах Вы искали работу по 8 часов в день в течение месяца Вы сделали все, что в ваших силах. В этом и дело. Надо перестать делать своими силами. Симон сказал, но по слову твоему закину. Что? Сеть в единственном числе. В единственном числе. Когда вы уповаете на свои силы, вы слушаетесь Бога лишь наполовину. Вам надо перестать уповать на себя и сказать, «Боже, я доверяю тебе. Все, что ты скажешь мне сделать, я сделаю». Симон закинул сеть в единственном числе. И смотрите, что произошло. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Я пророчествую над вашей жизнью прорывающей сеть урожай. Воскликните, я принимаю его. Улов был настолько большим, и это удивительно. Представьте, что думал Петр. Надо было закинуть сети. Вот что было дальше. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке. чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки. Смотрите, что произошло. Так что они начали тонуть. Я пророчествую вам. В ваш дом придет такое благословение, что вам придется позвать соседей, знакомых, потому что для вас этого будет слишком много. Боже. Будет слишком много. Воскликните. Слишком много. Скажите, я поклоняюсь Богу избытка. Вы не поняли, что я говорю? При таком выдающемся прорыве Бог не даст вам благословения, достаточного только для вас. Оно будет таким, что самим вам не справится. Эгоизму не будет места. Вы не сможете сами вместить благословения. Вы позовете знакомого, позовете друга и скажете, «Послушай, у меня слишком много». А что случилось? Один человек подарил мне пять новых машин. Для меня это слишком много. «Приходи, забери три из них». «Послушай, я сделал вложение, которое принесло мне пять миллиардов долларов. Я даю тебе миллиард. Приходите, я сделаю миллиардерами тебя и тебя. Вы смотрите на меня». Что, правда? Да. Будет слишком много. Будет слишком много для ваших внуков, правнуков и проправнуков. Будет слишком много. Вы думаете, что знаете Бога. Вы еще и не вкусили благости Божьей. Слишком много. Слишком много. Слишком много. Смотрите дальше. О, Иисус. Лодки начинали тонуть. Улов был такой, что лодки стали тонуть. Увидев это, послушайте, что было дальше. Что он сделал? Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Симон сказал, «Этот человек только и делает, что являет мне свою благость». А я даже не исполнил до конца то, что он мне сказал.